Ровно месяц назад Одесса под контролем впервые рассказала о жителях базарной 33, не пожелавших платить за выдуманные услуги жилищно-коммунальному сервису. Активистка нашего проекта Татьяна Шиян дважды общалась с главным инженером КП ЖКС Портофранковский Робертом Цария и оба раза он туманно пообещал разобраться. При этом счета жильцам приходится оплачивать в прежнем объеме. Непонятные обещания заставили Татьяну Валентиновну посетить заместителя председателя Приморской районной администрации Владимира Ярцева. Вместе с ней к нему пошел и специальный корреспондент горячей линии Одесса под контролем. По удачному стечению обстоятельств в кабинете, где проходил личный прием, как раз оказался господин Цария. В этот раз ему пришлось отвечать на вопросы жильца в присутствии журналистов. Снимите эту составляющую СДПТ, текущий ремонт. Заявление лежит в одном отделе, они разбираются с этим делом сейчас. А как долго вообще надо разбираться с таким заявлением? Как долго? Быстро сейчас делают. Только потом вы опять буквально через год где-то придете, опять будете говорить о том, чтобы вас обязательно включили в этот список, чтобы вы уже готовы платить графу текущий ремонт, составляющий СДПТ. Просто люди потом сначала отказываются, потом приходят, верните нас обратно. Ну понятно, но мы отказались вот это, а в 2008 году вернули же это все, мы же все это отказались. Мы же не платили, все сами делали еще, как, ух, с таким энтузиазмом. А почему вернулись обратно? А не знаю. Спустя полгода Татьяна Шиян получила надежду на решение вопроса и не была удивлена назначенному на следующий день собранию во дворе дома 33 по Базарной. Утром жильцов попросили собраться и встретиться с представителями коммунального сервиса. Специалисты седьмого участка КП ЖК «Спартофранковский» были явно не рады увидеть человека с камерой и попытались спастись бегством. Подошли к дому, увидев камеру, развернулись и удрали. Какая тема разговора? Обещали, что будут еще и «Спартофранковского» ДЭЗа. Но никого, как видите, нету. И мы стоим, как у разбитого корыта. На все наши вопросы мы ответов не можем получить. Так никого и не дождавшись, жильцы сами пошли с ответным визитом к начальнику участка Виктору Радзивилову. Виктор Васильевич, очевидно, из природной скромности, не пожелал беседовать с гостями в присутствии журналиста «Одессы под контролем». В очередной раз, по доброй традиции, изобразив полное непонимание проблемы. Скажите, пожалуйста, ваша тема, а что вы хотите сейчас? Диалог, как и следовало ожидать, не был плодотворным. Коммунальщики, как собака-носейник, категорически не хотят выпускать из-под крыла благополучный двор. Но и делать в нем ничего не готовы. Начальник участка понятия не имеет, зачем приходил мастер. Он показывает наше заявление предыдущее, почему нам повысили тариф. И вот нас решили собрать и объяснить, что вы должны накопить, а потом, может быть, через лет 10 мы вам что-нибудь сделаем, двор подметем. Комментарии излишни. «Одесса под контролем» все так же ждет комментариев. И главное – действия от руководства коммунального предприятия. В частности, перерасчета тарифов жильцам этого двора с 1 апреля. Будут ли выполнены обещания чиновника райгосадминистрации, мы расскажем в наших следующих программах. Жительница дома номер 21 на улице Доковой Неля Бычацкая все еще ждет, когда спилят дерево, угрожающее жизням прохожих. По ее словам, на днях приезжали рабочие ЖКС Черемушки и спилили ветки, оставив дерево на прежнем месте. 10 метров дерево убрали, сделали его полностью безопасным для жителей данного района. И ждем сейчас разрешения от Злендреста, чтобы полностью его убрать. Нелю Александровну такой ответ не устроил. Женщина утверждает, что ждать больше нельзя. Дерево может причинить вред окружающим в любой момент. Это дерево должно быть сегодня, завтра обрезано. Потому что оно может, тем более, это страшное дерево. Вместе со специальным корреспондентом Одессы под контролем Нелли Александровна обратилась к начальнику ЖКС Александру Лымарю. Но он объяснил, что сделал все, что мог. Без решения комиссии Лымарь не имеет права окончательно спилить дерево. Возможности у нас его снести есть, но если мы это сейчас сделаем самостоятельно, просто мы будем наказаны и оштрафованы на определенную сумму. Александр Владимирович пообещал, что до конца месяца комиссия приедет посмотреть на дерево и вынесет решение. Одесса под контролем продолжает следить за ходом событий.